Раритетные авто, антикварные вещи, утварь, куклы ушедшей эпохи и ретро-дискотека. Одесситы и гости города провели выходные дни в Парке Победы на винтажном фестивале. В этом году его проведение объединили сразу с двумя праздниками Днем Конституции и Днем Молодежи. Организовать масштабное ретро-шоу удалось благодаря поддержке народного депутата, почетного гражданина города и области Сергея Кивалова. В атмосфере старой Одессы побывал и наш корреспондент. Окунуться в атмосферу давней Одессы и переместиться на 50 лет назад можно на ретро-фестивале, который проходит в Парке Победы. Здесь можно не только посмотреть на старинные автомобили, но и насладиться прекрасным концертом в сопровождении давнишней одесской музыки. А также вкусно покушать и купить что-то из антикварных вещей, которые привезли ремесленники из разных уголков Украины. На три дня ретро-фестиваль перенес одесситов на несколько десятилетий назад. Масштабное мероприятие стало возможным благодаря поддержке народного депутата Украины, почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова. Парламентарий поздравил горожан и гостей Южной столицы с важнейшим для страны праздником Днем Конституции и пообщался с посетителями фестиваля. Друзья, я вас искренне поздравляю с праздником, Днем Конституции. Удачи вам, благополучия и пусть у нас в жизни все будет хорошо. Спасибо, что вы вместе с нами. С праздником вас! Место, где собрали ковры, магнитофоны, кровати, зеркала, плакаты и, конечно же, автомобили прошлых лет, стали излюбленной локацией для фотографов и моделей. Они нас прям окунают в прошлое, такую романтику какую-то, такую атмосферу добавляют в нашу жизнь. В современном мире этого очень не хватает, иногда хочется окунуться в такую атмосферу. Изо дня в день для посетителей пели, танцевали, показывали мастер-классы и поднимали настроение талантливые студенты Одесской юрокадемии Международного гуманитарного университета. От сцены не отходили люди, в парке звучали громкие овации и аплодисменты. Слушаем талантливую молодежь, которая исполняет песни об Одессе. Лучше это вообще не бывает. Посмотрите, сегодня добавились автомобили, новые уже, по сравнению с вчерашним днем. Вот и москвичи, и жигули, и победа. Интересно все. Это прекрасный концерт, очень прекрасный. И прекрасный человек, очень прекрасный. Я не могу передать эти чувства, как нам не понравилось. Большое спасибо ему, конечно, за это, за то, что ребята посетили этот концерт, за то, что он подарил столько энергии, столько любви этому городу и всему. Это просто замечательно. Такое ощущение, все кожа, как мурашки бегают. Очень большое удовольствие. Все талантливые, хорошие люди. От горбатого запорожца до почетного форда на выставке представили более 30 автомобилей. Самое сложное, говорят организаторы, это подготовка к фестивалю. Не просто найти предметы, возраст которых превышает 50-70, а то и сотню лет. Помимо инвентаря, организаторам понадобилась и другая помощь в проведении феста. На встречу пошел Сергей Кивалов. Это все мы собирали по-грузинке, по-знакомым, на нашем волшебном глашином инвентаре «Сараконочка». И естественно, и по-грузьям, знакомым, когда они услышали, что мы готовим ретро-фестиваль, пригнали свои старые машины, уникальные ретро, приносили свои чемоданы, свои картины, бабушек, дедушек, сундуки. И, конечно же, большое, огромное спасибо нашему Сергею Васильевичу за предоставленную сцену и поддержку студентов юридической академии. После успешного окончания празднования Дня Конституции в Парк Победы начали приходить все больше молодых людей. И это неудивительно. Фестиваль продолжился празднованием Дня молодежи. По доброй традиции всех присутствующих с праздником поздравил народный депутат Украины Сергей Кивалов. Здорово, что у нас хорошая молодежь, у нас талантливая молодежь. Очень важно, чтобы мы всегда это помнили и поддерживали. Сергей Кивалов активно работает с молодежью. Парламентарий основал два ведущих вуза – колледжи и профессионально-технические училища. О жизни, интересах, увлечениях молодежи народный депутат Украины знает не понаслышке. Поэтому считает своим долгом поддерживать юное поколение. Сергей Кивалов вкладывает молодежь в все свои ресурсы. Сергей Васильевич помогает нам проводить вместе всем хорошо время. Потому что мы одесситы, и мы такие активные, радостные, свободные. И вот он сегодня устроил нам такую замечательную ярмарку. Я ему безумно благодарна за это. Фестиваль также посетили многие активисты Украинской морской партии Сергея Кивалова. Очень много лет участвую в многих партийных мероприятиях, конференциях, съездах. И всячески поддерживаю Сергея Васильевича в своих возможностях. Потому что очень глубоко уважаю этого человека. Очень хорошо к нему отношусь. Было на фестивале много интерактива. Это и ретро-зоны, где можно было сфотографироваться. И уголки со старинными играми. И бабушкины сундуки с множеством замечательных вещей. И винтажная мебель. И лотки с угощением на старинный лад. Посетителей также ждал конкурс на лучший ретро-наряд и другие развлечения. Фестивали, шоу-программы, концерты при поддержке Сергея Кивалова такими мероприятиями насыщена каждая летняя неделя.